Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Ярославле. Игра проходила на невысоких скоростях, основная борьба шла в центре поля. Команды подолгу перепасовывали мяч, но обостряющих передач практически не было. И в основном дальние удары представляли угрозу для ворот. На 13-й минуте ударом метров с 30 девятый номер хозяев Владимир Фидлер открывает счет в матче. А на 22-й минуты встречи быстрая атака по левому флангу трубников завершилась такой же стремительной трехходовкой, в результате которой мяч оказался у Сергея Мельникова, который примерно с 11-метровой отметки поразил ворота Фореса. Уверенная игра хозяев поля как в нападении, так и в обороне продолжилась и после двух забитых мячей. Нитями игры прочно владели полевчане, постоянно проводя опасные выпады левым флангом. На 33-й минуте подача все с того же левого фланга, бородарь гостей неудачно принял удар, и четвертый номер хозяев Максим Сабиров делает счет крупным 3-0. На второй тайм гости вышли уже с другим голкипером в воротах, ведь по существу все три мяча были пропущены сухоложцами по вине вратаря. Во второй половине встречи полевчане продолжили владеть игровой инициативой. В середине второго тайма у гостей было две блестящих возможности сократить отставание в счете, но в первом случае мяч попал в перекладину у ворот трубников, а во втором мяч прошел рядом со штангой. На 69-й минуте Максим Сабиров ударом из-за предела в штрафной делает дубль, увеличивая счет уже до 4-0. За 6 минут до финального свистка арбитр назначил пенальти ворота гостей, который уверенно реализовал Владимир Фидлер. 5-0 – долгожданная сокрушительная победа полевчан над одним из лидеров чемпионата. Перед этим провели собрание, перед установкой даже с ветеранами команды, переговорили, но я думаю, что все равно мы к этому шли где-то все равно. Игра у нас где-то моментами, были домашние игры, в принципе я говорил уже давно, что провальных не было, и мы дошли. Команда «Форест» сейчас делит третье-четвертое место в турнирной таблице, то есть сами видите, что можно со всеми играть, и потенциал у наших игроков, если сейчас молодые парни играют почти 30% у нас в составе. Я очень доволен, молодыми особенно доволен, то что прогрессируют с каждой игрой, и я думаю, что будут расти и будут помогать команде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!